Итак, ребят, продолжаем верстать наши уроки по верстке. Первые два урока вы уже можете найти на ютубе. И сегодня мы с вами будем продолжать верстать макет Travel Layout. Давайте посмотрим, какой макет, собственно, мы будем продолжать верстать. Вот этот макет мы уже с вами сверстали, то есть тесктопную версию всю доделали. И нам осталось сделать мобильную версию нормальную, менюшечку бургер, до скролливания, возможно, отлипание шапочки, кстати. Это классно именно делать ее фиксированной, чтобы она скроллилась вместе с макетом и можно было там переключаться между различными вещами. И, собственно, я думаю, что Information About Culture, это, наверное, все-таки... Хотя вот есть Culture, может, это блок About, может, это блок Information. Ну, то есть, в целом, можно даже попробовать сделать... В дальнейшем будет менюшечку, которая, типа, тогда скраливается. Ну, в общем, сегодня мы посмотрим, сколько с вами успеем сделать по этому макету. Чтобы начать верстать вместе со мной, я положила весь код, в том числе и предыдущих уроков на GitHub. Вы можете все это скачать. Здесь есть ссылочки. И, собственно, как устанавливать проект. Кстати, немножко неверно здесь все сделано. Я тут старт чутка отрефакторила моментами, поэтому сразу же быстро делаем фикс. Вот. Ну и давайте вместе со мной мы начнем, короче, верстать. Сколько успеем, столько и сделаем. Так, поехали. У нас есть... Откроем консоль CD Documents Develop, Git Clone и копируем, собственно, все, что у нас здесь есть. Заходим в Travel Layout, делаем NPM-E, устанавливаем все Deprecated. Ну, я просто использую Gulp, и здесь множество внутренних пакетов уже Deprecated. Это обычная особенность NPM. Стоит там 3 месяца что-то не обновить, там уже все устарело. Окей. И давайте NPM Start. Ну, собственно, сделали NPM Start, и у нас на порту 8080 должен был запуститься наш сайт. Давайте это и просмотрим. Ну, собственно, вот этот наш проект здесь есть. Выглядит он действительно классненько. Все хорошо. В галерее все это работает. И поехали. Теперь, кстати, еще Сеч. Что мы будем делать в текущем уроке? Давайте мы с вами, во-первых, добавим меню-бургер первым сначала. Ну, а потом посмотрим, как будем успевать. Возможно, я еще разделю на несколько уроков. Верстать я буду вместе с вами. То есть в реальном времени, потому что заранее я уже понимаю, что не успеваю как-то супер прям так подготавливать. И мне кажется, все-таки в реальном времени верстать это тоже не так плохо в общем. Нормально. Короче, поехали. Открываем макет. Документ, develop и YouTube Travel 3. Собственно, здесь все файлики у нас есть. И в папочку SRC нам нужно зайти вот сюда. И первым делом давайте посмотрим, что мы будем с вами добавлять. Так как мы будем с вами делать версию мобильную, то есть мобильная версия у нас выглядит весьма впечатляюще, как мы можем заметить при ресайзе. Можем даже попробовать здесь нажать на такую иконочку. Ну, такой-се, да. То есть если мы зайдем с вами на этот сайт со стороны мобилки, выглядит весьма-весьма. Вот. И первое, с чего стоит начать, это с менюшки, я думаю, превратить ее в бургер. Потому что она и так, и так здесь нифига не влезает. И превратить ее в бургер я планирую, ну, прямо в текущем варианте. В общем, можем сначала начать с десктопа, а потом подключить этот бургер там, где это нужно сделать. Итак, что у нас будет классов бургер? Что это такое? То есть по факту бургер у нас вся, при каком-то размере экрана, например, вот мы сузили до такой вот версии, до такого вот размера, и у нас появляется здесь такая иконочка с тремя полосочками, называется это сэндвич-бургер. И нажимая на нее, соответственно, у нас там открывается и закрывается это менюшка. Первоначально, чтобы это все сделать, нам нужно скачать эти иконочки. И давайте мы их скачаем. Я предпочитаю использовать такой сайт, как физайкон для иконок. Здесь можно их легко и быстро скачивать. Бургер, ну меню в данном случае здесь называется. Кстати, на бургер смотрите, тоже ищется. И close айкон нам потребуется. То есть скачиваем две иконки. А что дальше мы с вами делаем? Во-первых, я их обычно всегда правлю. В текущем случае эти иконки, они у нас представляют собой вот эти линии строк. И что это значит? Это значит, что они могут не особо там масштабироваться. То есть там, например, есть по два пикселя, останется по два пикселя. Я их иногда правлю в иллюстраторе, то есть делаю заливку. То есть в данном случае у нас вот это строк и вот это строк. Ну а что значит строк? Это типа граница линии, в данном случае два пункта. Обычно из иконок я делаю такие штуки, которые полная заливка. То есть в иллюстраторе, Adobe Illustrator, используют такую штуку как Outline Stroke. И, собственно, она у нас превращается в такую иконочку уже заполненную. То есть это, если мы с вами путь выведем, то здесь, ну, соответственно, вот эта векторная линия нарисована. Ну, соответственно, это уже не просто линия, у которой границы есть, а именно уже нарисованный такой объект. Так, и следующее, что можно еще сделать, это выделить две линии и объединить их. То есть вот такой иконочкой Shape Models. На самом деле, эти менюшки нужно прям супер настраивать. Но в данном случае не будем супер подробно на этом все останавливаться. Я выгружаю эту иконку с Use Artboard. Artboard это вот эта штука. И сохраняю. Replace. Так, и мне нужно еще менюшку точно так же подфиксировать. Pass Outline Stroke и File Export As. Use Artboard. Replace. По факту она там нифига не реплейсится. Тут появляются такие менюшки, ну, типа 0102. Не знаю, почему иллюстраторы это спрашивают. Ну, собственно, копируем эти две иконки, которые получились вот сюда. В CSS Images Icons. Чтобы вы не тратили на это время, я это за гитхаблю. Git add. Git comment-tire. Добавлены. Иконки бургера. Git push. Окей, поехали дальше. NPM Start. В общем, иконки мы загитхабили. Здесь все закрываем. И поехали верстать. Итак, как делается меню бургер. В принципе, логотип можно оставлять на поверхности, а все вот это сворачивать в некоторую дополнительную область div, которая может открываться разными, короче, вариациями. Ну, то есть, например, у нас есть некоторая страница, вот, которую мы видим. Вот здесь, например, есть лого, вот здесь этот бургер. И когда мы на него кликаем, там, соответственно, появляется крестик и появляется, ну, например, какая-то менюха. Она может, ну, как модальное окно по факту работает, то есть на весь экран. Может немножко сбоку так приходить, например, вот в данном случае вот здесь есть вот наша менюшка, которая там типа свернута, да, три поля, тут все очень, например. И, соответственно, экран у нас вот так вот съезжает чуть-чуть и появляется менюха. Это можно делать вообще с разных целых сторон. И, короче, вот этот меню-бургер можно делать очень множеством различных способов. Давайте мы с вами попробуем сделать способ, когда у нас рядышком вот есть вот эта менюха, и она у нас съезжает на весь экран. То есть, такое получается, что у нас все полотно чуть-чуть съезжает, отодвигается и открывается меню. Но мне кажется, это выглядит в целом симпатично. И давайте попробуем. Менюха-бургер у нас будет вот здесь. В целом, конечно же, мне кажется, там бывает и с одной стороны, и с другой стороны. Но мне кажется, если у нас здесь логотип, давайте мы не будем его, скажем так, скрывать. То есть, он у нас останется. В бургер у нас идет вся вот эта вот часть. И давайте пробовать. Чтобы у нас был разворот, ну и, соответственно, бургер как-то появлялся, обычно добавляют... Ну, то есть, это все манипулируется сейчас со свойствами. И в верстке это будет. То есть, не будет такого, что у нас HTML полностью меняется. То есть, в данном случае HTML у нас не меняется. Скорее, за счет верстки какие-то переключения происходят. Будем делать. Ну, давайте объявляем бургер. Ну, так и назовем. Бургер меню. Нормально, да? И посмотрим, как это можно сделать. В общем, вот это у нас будет с вами контент. Бургер меню. Хотя я здесь прямо бэм-бэм использую. Ладно, давайте бэм-бэм будем использовать. Это через дефис. Должно, кажется, писаться в настоящем бэме. То есть, это у нас блог. Дальше идет элемент. Элемент контент. И сюда мы помещаем вот эти три, соответственно, вот эти вещи. И бургер меню controls. Сюда мы тогда с вами положим эти иконочки. То есть, это могут быть бургер меню controls. Можем просто их назвать controls. Дополнительно. И, соответственно, будет controls состояние. Короче, ладно, элемент. Open. И controls close. По факту это баттоны. Но если делать что-то семантическое, то у нас это баттоны. Я подумала, что, наверное, прикольнее сделать, может, вообще только одну кнопку. То есть, control и все. И мы просто будем ей бэкграунд менять в зависимости от того, открыто меню, не открыто меню. И еще здесь добавим такое состояние. То есть, у нас будет такая штука, как active. То есть, по факту, это у нас блок элемент модификатор меню. То есть, когда он добавляется, либо open. Open it. Если этой штуки нет, то менюха closed. По умолчанию. Ну, и, соответственно, здесь у нас есть кнопочка. Что дальше? Дальше мы, собственно, должны заверстать всю вот эту тему. И поехали в наш CSS. CSS у нас расположен здесь. Это stylus. Давайте в самый конец уйдем. Ну, примерно в конец. Здесь есть несколько media query. Mobile. Mobile versions. И поехали здесь. Burger меню. Начинаем. Так. Для начала нам нужно привести в порядок вот эту часть. Кстати, вот тут уже появилась кнопка. Я предлагаю нам привести в порядок вот эту часть. Чтобы десктопная версия выглядела хорошо. И начиная где-нибудь с 1000 пикселей, мы с вами заверстаем бургер. Когда по MaxWix будет 1000 пикселей. Так. Чтобы это привести нам в порядок. У нас это уже получается такая новая колоночка. Мы с вами возьмем и сделаем нечто вроде display flex. Предположим. Удалим, скроем бургер. А, здесь есть burger content, burger menu. Так, давайте так. Content. Display flex. А, баттон вообще скроем. А, дисплей. Нон. То есть как-то вот так, да? Display. И посмотрим, что будет. Так, баттон у нас не скрылся. Там не баттон, а control. Control. Ну, собственно, вот так. И нам нужно как-то это все разнести. Так, давайте-ка посмотрим вот здесь. У нас есть header content. Окей, давайте сначала header content поправим. Header content. Удалим второе, третье auto. То есть у нас есть вот это auto. Вот это идет на 1fr. Полностью. То есть у нас два элемента стало. И в burger menu мы тоже в burger. В burger menu мы делаем display grid. grid. Grid template. Template columns. Что у нас здесь будет? 1fr. То есть... Хотя... Может просто визг 100%. Что будет в этом случае? Так, если я удалю вот эту часть. Здесь play grid. Grid. Так, окей. Burger menu мы задали display grid. Не знаю, нужен ли вид 100%, либо и так нормально. With не нужен. И... Что у нас здесь есть? У нас есть content и search. И здесь мы тоже можем сказать display grid. Grid template. 1fr auto. Так. Ну вот. У нас произошло расположение, которое нужно. То есть у display grid. Первый 1fr. И вот эта вот часть. Если мы внутрь посмотрим. Здесь есть навигация. Да. Навигация display flag justify content center. Поэтому она, собственно, у нас отцентрировалась. И, собственно, вот эта вот часть. Она тоже прижалась к другому боку. Ну, собственно, выглядит в целом неплохо. Есть некоторые замечания в плане того, что здесь, например, может быть больше контента. Например, вот мы двигаем. У нас менюшка отодвигается. Ну, то есть она может быть не пиксель-пиксель по центру. Ну, то есть если прям нужно пиксель-пиксель по центру. Чтобы всегда была здесь, нужно, ну, как-то по-другому, например, верстать. Но в данном случае мы предположим, что это нас устраивает. Вот. Мы с вами положили все это в бургер-меню. И наша десктопная версия выглядит в целом хорошо. Давайте я еще проверю в Safari, например, что все выглядит прилично. И в Firefox все выглядит прилично. Вроде бы. Так, еще немножко. Да, и вроде даже по центру. Ну, в смысле линии все соблюдены. Окей. Едем дальше. Теперь нам, соответственно, нужно поработать с бургер-меню. Берем с вами сразу же какую-нибудь версию. Можем это класть в какую-нибудь медиа-квери. Можно даже в достаточно большую на текущем моменте положить. А потом мы просто с вами подберем тот размер, который нам нужен. Ну, чтобы в данном случае просто было удобно верстать. Давайте мы с вами проверим, что у нас там действительно тысяча, сколько-то там, пикселей. Дисплей. Ну, да. То есть мы вписываем все эти размеры. Отлично. Что в текущем случае мы начинаем с вами делать? Мы должны с вами придумать такую схему, которая помещает наше все менюшку куда-то сюда, вот вбок. То есть она прям реально будет там вот скрыта. И чтобы это сделать, мы берем бургер-меню, делаем, соответственно, что у нас там был, дисплей грин. Давайте дисплей блок. Мы из него делаем, наверное, position fixed. Position fixed. То есть фиксируем его. И здесь, наверное, будет прикольнее уже прямо здесь немножко порефакторить. То есть вот у нас есть бургер. Position fixed. Background. Давайте мы установим какой-нибудь FFF. Lemon. FFF. Ладно, white. И внутри давайте сделаем color black. Ничего не применилось. Видимо, там где-то уже что-то установлено внутри. Это у ссылок у нас. Да, поняла. Короче, поехали. Бургер-меню. Background. White. Давайте сразу возьмем все ссылки. Color решетка 0.0-0-0. Так. Background. Но они все равно не покрасились. Ладно, давайте еще. Visited. Color решетка 0.0-0-0. Ну все, теперь покрасились. И что нам нужно сделать здесь? Наверное, какой-нибудь hover оставить. Хотя он, наверное, и так уже есть. Да, он существует. И теперь немножко подправим наше main nav менюшку. Так. Точка main nav. Display block. То есть у нас каждый элемент меню будет идти друг за дружкой. смысл я задала здесь дисплей-блок, да. Но здесь для лейбла. Так. Так. Так, 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 так. Burger меню контент. Дисплей-блок должен быть. Дисплей-блок. Так. Теперь этот сеч-поиск ушел сюда, которого нифига не видно. Да, это, конечно же, очень прекрасно. Что если мы с вами сделаем все-таки черную менюху, не белую? Потому что сейчас здесь все нужно вещи будет переопределять, как, в принципе, и со ссылками. Black. Но в целом выглядит неплохо. Давайте оставим черную менюху, чтобы не переопределять все эти иконочки, перекрашивать. А сейчас у нас главная задача по факту стоит сделать бургер. Окей. И переопределяем остальные вещи. То есть у нас есть main nav и main nav list. Я предлагаю удалить здесь flex. Сделать блок. Уже стало лучше. Не сказала бы, что прям совсем лучше. Так. Main menu. Main nav. Display-блок. Так. И еще нужно display-блок сделать. Бургер меню контент тоже display-блок сделать. И у кого нам еще нужен? У листа. List. Display-блок. То есть как-то вот так. Меня беспокоит, что скрылась какая-то верхняя часть шапки. По факту здесь бы найти бы куда. Так. Grid and Blade. Но это уже навряд ли будет применяться. About us. Culture. Какое у нас тут первое менюхо? Information. Так. Давайте мы сделаем топ-0. Вот. Нормально, да? У дисплей фликса сделаем топ-0. У дисплей фикс. Ну, выглядит вообще романтически. Скажем так. На Z-index давайте поставим. На Z-index. З-index. У дисплей фикс. Он должен перекрывать все на свете. И что дальше? Дальше мы с вами делаем его в ВИЦХ. Ну, давайте. 10 ремов. Посмотрим, что будет с 10 ремами. Либо, либо. Мы же будем эту менюху включать где-то ближе к мобилке. Давайте сделаем 70VW. То есть она будет у нас как бы закрывать большую часть экрана. Топ-0. Write-0. И, да. И хейк тоже. Хейк 100%. Можно, кстати, прижать к ботам. Ноль. Вот такая вот тема. Следующий. Давайте мы немножко поработаем над самими менюхами. То есть... Поработаем над самими менюхами. То есть сделаем под 100%. И чтобы можно было прямо выделять. То есть мы будем наводить. И они будут становиться, например, белыми. Кстати, вот это прикольно. Мне нравится. И еще из интересного, с чем можно поиграться. Например, сечь положить наверх. Ну, кстати, это тоже прикольная тема, мне кажется. Выглядеть будет круто. Но первоначально давайте мы с вами сделаем навигацию линков. Мейнав, лист. И здесь есть мейнав линк. Линк. И здесь делаем вид 100%. Смотрим, что получается. Да, стало 100%. Смотрите, у нас есть у каждой ссылки паддинг. Он таким желтеньким цветом. И он... Ссылка у нас стала немного больше. Чтобы этот паддинг у нас ходил в ширину, делаем... Как он? Бокс сайдинг. Бокс сайдинг. Бордер бокс. Вот такую вот штуку. И смотрим, что получается. Все, теперь у нас все ссылочки входят очень классно. Я бы еще... Думаю, стоит ли делать по центру эти ссылки, например. Давайте попробуем текст Align Center. Вот таким вот образом. И давайте ховер немножко проработаем. Так, ховер у нас будет Background White. И Color у нас будет изменяться в Black. То есть вот так. И opacity давайте оставим один. Просто раньше был установлен opacity на ссылках. Ну, то есть вот так. И давайте еще Transition добавим. Transition 03s для всего. Ну, то есть вот так вот выглядит. Но в целом неплохо, кстати. Я бы сделала их немножко потоньше. Потому что они прям какие-то большие. Давайте найдем предыдущую навигацию. Link. Здесь вот такой паддинг. Так, давайте немножко его уменьшим. То есть по бокам сделаем один рем. И сверху в целом можно попробовать один рем. Ну, в целом, да, неплохо. А еще мне бы хотелось, наверное, сечку поместить наверх. Давайте попробуем это сделать. То есть у нас есть бургер меню контент. Мы сейчас его немножко отредизайним. Как это можно сделать с порядком order? Это на самом деле не очень прикольно. Иногда такие штуки использовать. Будем честны. Почему не очень прикольно? Потому что когда мы используем какие-нибудь табы, ну, то есть переключаемся между различными ссылками путем клавиатуры, то если менять order, то это не меняется в табах. Вот. И это может выглядеть немножко неинтуитивно. Ну, ладно, давайте попробуем с вами сделать эту штуку. Бургер меню. Контент. И где этот наш контент? Display Flex. Flex Direction. Колумб. И что дальше? Здесь у нас есть main.nav и search. Здесь давайте order 2 поставим. Search.search order 1. Да. Вот, видите? Типа сначала по ссылкам прошлась табом, потом зашла в search. Выглядит так себе. И, конечно, здесь нужно по-хорошему layout менять. Ладно, пофиг, не будем делать этот order. Потому что все-таки пользовательские вещи, они важны. Так. Ну и... Так, дисплей блок нужно ставить. А еще я предлагаю немножечко... Вот у нас есть бургер меню контент. Сделать небольшой паддинг сверху и снизу. Давайте по одному рему. Ноль. Ну, как-то вот так. То есть он не совсем, да, будет прижиматься. Бургер меню контент. Вот такая вот штука. Все, кстати, можем вообще к низу прижать, чтобы он всегда там был. Как бы нам это сделать. Берем бургер меню контент. Дисплей грид. А давайте грид дирекшн. Как это правильно пишется? May грид контейнер. Грид out of all. Возможно, это вот это свойство определяет направление. Так, грид template. Кажется, 1фр auto. И давайте попробуем с вот этой вот штукой. Да, нифига не работает. Угу. Так, ладно. Грид. Стики. Стики. Наверное, не стики футер, а как он называется. Липкий футер. Как он делается. Грид template columns. А, вау. Интересно. Типа есть такая сетка. Ну, окей. Давайте попробуем вот таким вот образом. Дисплей грид. Грид template column на 1фр расширяем. Грид template rows. То есть auto 1фр. Нам нужно не совсем вот так. Нам нужно вот так. Ну, и что у нас тут получилось? Ничего хорошего, как говорится. Давайте мы сделаем у контента Hick 100 VH и box sizing border box. Во. Ну, теперь все очень типа такая книзу прижата. Мне кажется, прикольно. Наверное. Вот. Ладно. Прижата книзу выглядит вот так. Я бы еще padding, может, чутка побольше установила. Снизу ими. В какой-то момент они встретятся, но так как тут информации не так много, то нормально. Здесь, кстати, можно установить, если что, минимальную высоту еще и добавлять scroll, если там, например, я имею в виду, когда высота экрана становится очень и очень такой себе. Давайте для высоты экрана очень и очень такой себе мы предусмотрим margin-bottom у main-nav. Main-nav margin-bottom 1.0, например. То есть вот такая вот штука у нас получилась. Липкая. Гриды, конечно, очень классные. Раньше эти липкие футеры, прям искусство было их сделать, чтобы они работали хорошо, особенно динамические, например, липкие футеры. Это было не так просто. Но на самом деле, один раз выучишь механизм, а все нормально работает. Так. И что дальше? Липкие шапочки у нас есть. Вот это все есть. Так, давайте мы теперь с вами. Теперь всю вот эту часть нужно по факту отодвинуть. Будет, ну, немножко, наверное, я не знаю, может сейчас я на скрине немножко зеркалюсь, то есть в сторону, вот, короче, вот сюда отодвинуть. И здесь у нас с вами будет крестик, либо менюшечка бургер. Давайте мы с вами этот бургер несчастный добавим. Это у нас control. Поехали. Мейн меню и к чему это вообще относится, бургер меню. Control относится нам сюда. Control. Поехали. Мы должны его добавить. Хорошо. Так, ну давайте. Это у нас все куда вообще входит? Это бургер меню, то есть это во флексе. Ладно, давайте дисплей. Дисплей блок. Как у нас там пишется? Виск. Ну давайте дварьяма. Хейк дварьяма. Что у нас там? Position absolute. Left минус 3 рема. Топ 2 рема, предположим. То есть вот у нас эта кнопка появилась. Ее расположение оставляет желать лучшего. Стопом немножко разобраться надо. 1.8 ремов. Ну где-то вот так, да? Поехали. Теперь нужен бэкграунд задать. Бэкграунд. Юрел мы будем брать из имиджесов. Точка-точка слэш имиджес. И тут айконсы есть. Айконс слэш меню. SVG. Что здесь дальше? No repeat. Center. Center. И бэкграунд. Size. Contain. Растянем, наверное, как-нибудь хорошенечко. Прикольно. Такая кнопка прикольная получилась. Так. Border. Давайте удалим. Border none. Ну, теперь и курсор. Pointer сделаем. Класс. Давайте ее теперь в белый цвет покрасим. Потому что выглядит это все так себе. Покрасим ее прямо здесь. Фило равно решетка. И в иксе тоже это сделаем. Ну, богат, вообще огонек. И ховер ему еще нужно сделать. Ховер. Опасти. Давайте. Опасти 0.7 И Transition All Можно только опасти. 0.3s Ну, вообще огонь. Мне нравится. Единственное, нам нужно выровнять вот эту часть. Кстати, у меня где-то была здесь рулер. И как она там правильно читается. Линейка в браузере. Очень классная и полезная штука. Кстати, а под маком есть этот рулер. Мне казалось, что здесь тоже была. Может, я ее устанавливала. Полезная штука, линейка. Но мы воспользуемся, ладно, с вами методом по старинке, так сказать. Сейчас. Ту немножко подальше. Да уж. С одной стороны, да. Немножко еще надо опустить. 2.1 1 вроде не так плохо выглядит. 2.2 Ладно, давайте мы с вами установим extension Google Google Chrome Ruler Ruler Lodin Extension Сейчас я точно что-нибудь найду Интересное Рулер Так Grid Давайте возьмем что-то, где больше всего лайков Выбор точный на миллион Смотрите, здесь можно поставить пин Мы увидели Так, давайте теперь посмотрим Та-дам Окей, здесь, я так понимаю, надо вот так вот чертить Прикольно Так, нам точно нужно отпустить этот бургер Control Top Ну, давайте 2.1 То, что я пробовала Не маловато 2.2 2.25 Перфекционистические наклонности верстальщика Давайте 2 оставим Потому что я хочу Наверное, вот по этим буквам как-то выровнять Даже немножко многовато Бо, вот так, наверное, нормально Блин, мне все равно кажется, что как-то криво Ладно Окей Ну, в целом неплохо Можем даже немножко вот эту часть выровнять Потому что теперь это не по центру, господи Так, давайте MainNav Где у нас там был паддинг Топ Вот тут, да Так Блин, 2 много 1.5 О, господи Перфекционистам быть тяжело Ну все, теперь более-менее Кстати, еще у менюхи классно добавлять всякие активы Например, она здесь у нас есть То есть берем То есть берем MainNav Active Так, где же у нас Менюха И здесь актив Вот эта вот часть И Сделаем ее как овер То есть даже вот так добавим Типа активная Заверстаем Так, не понял Где Color Black Так Блин, вообще Почему она белая? Background Color 000 Important Так делать нельзя Сейчас Назалю Ага Божечки-то мой Но Important Это не очень прикольно Я использую такие штуки иногда Но все на эти вещи ругаются Потому что потом могут возникать какие-то баги Которые хз какие возникают потом Ухо работает Ну почему ты не работаешь? Ааа, 35 часов после Это знаете, когда Типа верстаешь макет И Ну вот такой думаешь Говоришь там Сейчас мне тут Буквально осталось 15 минут До Pull request И я все успеваю А потом случается какой-то такой баг И ты такой сидишь Два часа Блин, ну почему? Что я сделала не так? Ладно, ребят Давайте так Скажите мне Что я сделала не так Это интересно Я пока оставлю здесь Important Работать будет Если вы будете Очень злы на эту штуку Ну Ваши проблемы Ладно, ладно Ну шучу Но просто правда Не знаю Что случилось Не так Ну собственно Во Здесь все рстали Здесь у нас Эта штука есть Аа Теперь Давайте по Оперируем Открытым И закрытым Модом То есть у нас Бургер меню Opened По умолчанию Оно closed Я вот эту часть Удаляю Собственно Когда она Клоуз То у нас Вот такая часть Показывается И Весь этот бургер Нужно сдвинуть Transform Translate 3D Сдвинуть Нам нужно Его по Иксу Как там 70 В В Запятой Ноль Запятой Ноль Ну собственно Вот Мы его сдвинули То есть по факту Он скрылся Вот здесь Можно эту Штуку Даже чуть-чуть Отодвинуть От бока Сколько у нас Тут по бокам Понятное дело Мы это Зафиксируем По бокам У нас 4,7 ремов Да И чтобы У нас Это все Left Минус 3 рема Давайте Calc 4 Плюс 2 рема Вот Конечно Можно Знаете Когда делать Open Будем Он немножко Подъезжать Будет Но так По крайней мере Границы Все будут Выровнены Будет Выглядеть Хорошо И В целом Она целиком Скрылась Ничего Не видно Давайте Теперь Сделаем Состояние Burger Open То есть Сюда Свернем Свернем Точка Burger Menu Go Open И Соответственно Мы Будем Кликать И там Будет Что-то Изменять Ну Соответственно Просто Добавляться Класс Что Происходит Если У нас Open Мы Просто Берем И говорим Ему Что Translate У нас В нолик Ставится Добавляем Опечет Проверка Ну Конечно Так Ну Собственно Вот И еще Нам нужно Control Немножко Подвинуть Бургер 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 Так Ну 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 Для Джаваскрипта Давайте Мы Не будем Там Какую-то Суперлиму Писать Добавим Айдишник Что Утверждает На Что Менюха Одна А что Мы Должны Делать По факту Мы С вами Будем Кликать На Вот Эту Вот Часть И У нас Должен Будет Добавляться Вот Этот Класс Ну Давайте Меню Меню Opened Класс Сохраняю Это Все Обычно Всегда В Константы Чтобы Избежать Банальный Опечаток Различных И Соответственно Поехали Конст Конст Бургер Ноде Документ Куэри Селектор Давайте Ладно По классу Буду Обращаться Айдишник Вроде Не Добавила Так Это у нас Меню А это Бургер Контрол Ноде То есть Это Вот Эта Часть Консоль Дот Лог Давайте Проверим Появилось Ли У нас Что Там Так Ну Да Два Контрола Есть И Что Дальше Дальше У нас Идет Бургер Эд Эвент Лист 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 Здесь У нас Идет Бургер Че Лист 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 Клик Клики Слушаем Ну и Здесь Кубэк Здесь У нас Будет Эвент В целом Когда мы Кликаем На кнопку У нас Вроде Ничего Не Происходит То есть Мы Кликаем Да Все Нормально Эвент В текущем Случа Не Нужен Мы Его Оставим Таким Вот Образом Что Если Что Можем Воспользовать Так На Бургер Ноде Бургер Контрол Ноде Что Нам Нужно Сделать Нам Нужно Взять Бургер Меню И Добавить Класс Это Делается Класс Лист JS С помощью Вот Этой Вот Штуки Класс Лист Add Потом Remove Добавляем Вот Такую Вот Штуку Знаете Здесь Прикольно Проверять Есть Лим Хэс Класс Класс Лист Хэс И Физибл Сет Ремоф Кстати Может Тоггл Заюзать Вообще Идеальная Составляющая Тоггл То есть По факту Он должен Удалять Добавлять Так Давайте Смотреть Ну Собственно У нас Уже Бургер Работает Не сказать Что Очень Симпотно Он Работает Но Тем Тем Менее Класс Там Манипулируется Удаляется Так Посмотрим Что происходит Ладно Почему Транзишн Не работает Потому что Его нет Транзишн Трансформ 0 3 С Во Смотрите Уже Работает Поприкольнее Кстати На самом деле Вот даже Вот эту Анимацию Так как Я тут Задвигаю Тут Настолько Много Информации Менять Что Глазу Этот крестик Вообще Недоступен Прикольно Давайте Мы с вами Попробуем Чуть-чуть Сузить Окно Да Здесь Выглядит Все Отвратите И Ну Выглядит Это Соответственно Как-то Вот так Так Что Можно Сделать Еще В целом Можно Прямо Целиком Весь Экран Подвинуть И Прикольно Бы Еще Ну Как-то Вообще Еще Бывает Очень Круто Добавляет Такую Область Которая Закрывает Целиком Контент Такая Система Либо 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 А Ну Можно И Через Стили Наверное Сделать Так Что Сделать Нужно У нас Есть Бургер Меню И Бургер Меню У нас Открывается Еще Я Предлагаю Добавить Добавить Кликабельную Область Назовем Ее Space Cover Вообще Название Это Мое Любимое Что Мы Делаем Со Space Cover Во-первых Сначала У нас Display None Ладно Давайте Пока Display None И Давайте Короче Сначала Сначала Сделаем Потом Display None Position Fixed Top 2.0 Left 2.0 Потом Top Left Right 0 И Background Back Back Background У нас Равен Будет RGB Alpha 0 0 0 0 0.5 Ну Как-то Так Ага Fixed Конечно Он Немножко Изменился В последнее В последнее Время Да То есть Этот Space Он У нас Прям Вот Здесь И Оказался И Ха-ха Блин Раньше Помни Fix Отработал Так Что Не Было Огородки Такой Закомментирую Закомментирую Так Не Получится Значит Нужно Искать Другой Способ Также Мы Можем Попробовать Двигать Page И Добавить Page Burger Opened Какое-нибудь Такое Состояние Давайте Попробуем Const Page Burger Opened Так Вообще Очень хочется Чтобы эти вещи Были Взаимосвязаны То есть Чтобы Была Четкая Гарантия Если Менюха Открыта То Значит И Вот Эта Штука У нас Есть Если Не Открыта То И Этой Штуки У Нас Нет Поэтому Я все Таки Поищу Has Class List Class Jazz Есть Прямо Такая Штука Как Has Class А Через Contains Ну Ну в принципе Да Нормально Давайте Так If Body Has Class Men Opened То мы Что делаем Remove Делаем Remove Else Делаем Наоборот Add Ну То есть Вот Так И Соответственно Здесь Мы Также Добавляем Класс К Page Const Page Node Document Query Selector Page 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 Node Add Class List Page Burger Opened Так И Чего Здесь Удаляем Может вообще К Body Не к Page Добавлять А к Body Мы кстати Сможем Тогда Сделать Overflow Hidden Ну то есть Убрать Scroll Потому что Когда Сейчас Менюшку Open Мы можем Скроллить Это на самом День Не очень Хорошо А если Мы Прямо К Body Добавим Давайте Body Node Ну Пусть Будет Body Burger Opened И Тут Тоже Body Burger Opened Так Page Node Только Не Page Node А Body Node Add Remove И Ceremon Давайте Проверим Добавляется Не Добавляется Интересно Интересно По умолчанию Что у нас Менюха Открыта Этот Burger Закрываем По умолчанию И вот Это Тоже Удаляем Так Ну Выглядит Все Логично И Здесь Body Burger Opened Ну Что Мы Делаем Когда У нас Body Burger Opened Overflow Так Overflow Hidden Во-первых То есть Все Мы Теперь Не Можем Скроллить Скролл Удалился И Давайте Сюда Добавим Space Cover Вот Такую Вот Штуку Она У нас По умолчанию Вообще Ни О чем Будет Но Когда Body Burger Opened То Она Будет Давайте Я Даже Сделаю Немножку Вот Так Опасity 0 Position Fixed Z Index Ну Так Как Бургер У нас 999 Здесь Делаем 998 Либо Там Еще У нас Есть Нормально 998 Top 0 Left 0 Right 0 Bottom 0 Так И Background Background RGB Alpha 0 0 0 0 5 Так Где Этот Cover Вот А Постяги Сориан Да Вообще Шикарно Нормально отстойчая. Так, ладно. Если мы этот несчастный спейсковер положим в пургер, не в пургер, в хедер, например. Все равно, да? Ой, что-то многовато. Ну, вот так вот вроде работает. Кстати, тогда контрол вообще может быть таким, что что вот это все контрол по факту. Ну, ладно. Вроде так работает. Так, где этот наш спейсковер? Ага. Опасите 0. И когда мы открываем наш бургер, бургер меню open it, это уже будет немножко другой класс. Оконки закрой, класс будет body. Ну, кстати, в таком ключе можно вообще удалить бургер меню open it и отталкиваться, в принципе, от того, что у нас у body. Эта штука устанавливается. и здесь бургер меню. Собственно, мы изменяем. Бургер меню control. Да. И что касается спейса. Ну, во-первых, pointer events. Что там по умолчанию? auto. Да. Потом the index как раз 998. Опасите 1. Transition упасите 0.3s. Ладно. Прикольно. Ну, по крайней мере, опасите работает. А вот с бургером проблемасики. ну, понятно. Короче, вообще нормально работает. Теперь все просто шикарно. так. Из java скрипта мы с вами удалим вот эту часть. Она нам больше не нужна. Ну, вот эту часть, я думаю, оставим. Бургер вводим. и следующее, что нам нужно сделать, это когда мы кликаем на эту space cover. Да. Давайте здесь сразу же назовем burger space cover, потому что, конечно, либо вот так, бургер. Есть бургер space cover, и мы что с ним делаем? Нам нужно, во-первых, его достать. const burger space cover ноде document query selector all. не, просто selector. И когда мы кликаем на вот эту вот часть, add event listener, короче, вот эту всю часть копируем. Когда мы кликаем, а кликнуть мы не сможем только тогда, когда она открыта, нам нужно сделать удалить вот эту штуку. Да? О, боже. что случилось? Я так подозреваю. Так, но работает. Единственное, меня беспокоит то, что здесь как-то все поехало. Лен, вот я даже думаю, а что я такого-то изменила? Вроде ничего не сделала. Где-то в шапке. Ну, все, верстка возвращена. Ну, то есть вот так вот выглядит. В целом симпатично. Из того, что еще можно предусмотреть, целиком двигать страницу вообще прикиньте. Если мы с вами возьмем целую страницу и когда она опена, сделаем ей transform, translate 3D. Что мы ей сделаем там? PXU минус 72W 0,0. Умолчание у нас убадим. Давайте ланим. Этот бадит у нас находится вот сюда поставим 0,0. Сделаем transition, transform, 0,3S. Что получится? О, господи. Блин, а прикольно. Причем эта часть вообще не уехала. Бэкграунд там как база. Кстати, бэкграунд остался. Почему ты остался? Господи. Блин, это вообще прикол. Так, ладно. Я так понимаю, что если мы целиком всю боди двигаем, то нам не нужно двигать бургер. Потому что в таком случае он куда-то улетает. Так, чтобы не двигать бургер, бургер. Так, ну, кстати, вот так работает. Прикольно. меня смущает то, что фон не двигается на заднем фоне. Но это, кстати, знаете, не баг, а фича. Видимо, некоторые особенности транслейта, и возможно, если задавать, например, бэкграунд не у бади, а, скажем, у пейджа, будет получше. Ну, короче, ребят, давайте это домашним заданием будете. Делайте, чтобы фон двигался и что нужно сделать. В следующем уроке я покажу, как я это сделала. Вот. Ну, собственно, вот такой макет у нас сейчас получился с бургером. А в следующем уроке мы с вами... господи! Какая она вообще! Кстати, есть один небольшой божок по факту. как мы видим, когда мы ресайзим, здесь прям какие концерты устраиваются. Тоже пишите в комментариях, как это можно удалить и тоже домашним заданием пофиксить этот баг, чтобы не было такого. Вот. Ну, и в следующем уроке мы с вами продолжим делать ресайз и сделаем уже прикольно. Вот. Все. На сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok